привет Андрей значит ну про тизеринг или про лагание, мигание, медтешение значит что у меня было вот сама программа варите она работает нормально но вот когда включаешь вот эту кнопочку варите слайд шоу вот я ее включаю вот здесь то вроде бы когда я сейчас смотрю идет запись с экрана особого мельгания я не вижу а вот когда шел просмотр на видеоролики в этом режиме варите слайд шоу по экрану шла такая вот косая диагональная черта и было значит мелькание там всякая чепуха ну сейчас попробую я этот самый видеоролик посмотреть будет ли она сейчас на нем или нет может что-нибудь обновил я как говорится удачно про моё железо значит я грешу на свой процессор вот у меня процессор ну в принципе не очень старенький там 5 и 5 4 ядрышка ну так в принципе ну компьютер скажем так средней руки я считаю у меня ну ну что ну вот вот такая вот у меня разметка тут надо будет убирать вот у меня основной сборкой стоит линус мин 17.2 и и какие-то там у него у меня много чего понапихано и как во многих я своих видео говорил что оптимальный размер для корневого раздела для любых линуксов в принципе на должен быть не больше 30 гигабайт потому что вот у меня использована только 7 гигабайт она 17.2 на моей скажем по рабочей сборке ну скажем там у меня много чего использовано на раздел ху пожалуйста можно делать как говорится там произвольным от 10 до 20 там и до бесконечности сколько позволяет жесткий диск вашего компьютера вот посмотри вот только у меня убунту цинамон вот у меня было использовано значит 21 гигабайт ну и это причем при том что значит в общий раздел у меня сливалось все и корень и домашняя папка сам по себе корень здесь тоже небольшой очевидно в домашней папке там у меня много всякой чепухи по оставалось а так вот посмотри не больше 30 гигабайт под корневой раздел в принципе можно ставить под любой минт проблема в чем что когда ставится какой-либо минт основным любой линукс основным делается раздел не больше 30 гигабайт домашний делается как говорится уже по вкусу все остальные менты для тестирования чтобы их не подключать к общему разделу иначе будет там большой кавардак и потом все полетит чертовой матери я просто при установке я все сваливаю в один раздел на 50 допустим гигабайт этого мне хватает чтобы там сборку протестировать создать там образы там ее и так далее и тому подобное 50 гигабайт лично мне для тестирования всех моих сборок ну вот сам видишь да вполне хватает надо будет она все это дело переставлять не знаю будет сейчас на видео это мельтешение видно или нет вот ну где-то вот таким вот образом хорошо сейчас я ролик остановлю и посмотрю потому что у меня вот здесь когда говорится хочешь показать что такое лагание оно не показывается вот у меня сейчас показывают и плавно и красиво все вот в реальном режиме когда я смотрю а вот что будет при записи я не знаю так что сейчас ролик остановлю и посмотрю так вот при записи как раз когда посмотрел снятый видеоролик вот у меня и получилось вот это вот мельтешение экрана но вот если посмотреть даже вот какую-нибудь там видеоролика моей сборки настройки на настройки 18.1 там тоже во время значит записи с экрана там и без варики слайд шоу во время записи значит идет какое-то мельтешение может быть simple screen recorder на 18.1 работает скажем так не очень хорошо и нужно будет попробовать другую программу для записи с экрана единственное что у меня по сравнению со сборкой 17.2 мне не хватает ну вот тут я поставил будильничек но в принципе здесь вот была раньше чудненькая программка сейчас покажу потому что все остальное на сборке у меня была настроена и работает хорошо программка была такая alarm вот на 17.2 значит на 17.3 есть значит alarm ну такой у него круглый беловато-голубоватый значок вот здесь вот здесь к сожалению значит он исчез я им очень часто пользуюсь потому что можно установить звоночек на любой день недели там на любой год на любой месяц на любое время даже музыкальные файлики к нему подключить у меня поэтому на сайте даже есть по моему или ролик по настройке будильника вот очень плохо что в 18.1 значит вот в меню приложений этот значок исчез я бы очень бы хотел его как говорится иметь здесь но так в принципе вот теперь понимаешь что вот когда я записываю с экрана вот я тебе говорю то что я вижу то есть у меня по экрану значит в режиме слайд-шоу плавненько все это дело плывет крутится работает нормально а записав все это дело и когда я просматриваю а вот у меня получается во время просмотра значит вот это мельтешение значит попробую тогда поменять программу для записи с экрана может быть в ней дело потому что так в принципе у меня железо моё нормально у меня в принципе оно устраивает ну ладно я сейчас еще перескочу к себе на свою рабочую сборку и покажу там тебе свое рабочее меню как говорится в загрузке ну и так показываю тебе с минус с минусом 17.2 свою рабочую конфигура значит ну давай посмотрим групп менеджер вот эмулятор у меня установлен вот у меня установлено здесь видишь да 17 2 light dpin 18 тому бунту надолго не держится поэтому сейчас попробуем еще еще раз запустить вот значит pc linux a2 у бунта стоит и десяточка всяких этих операционок у меня как грязи но тем не менее в принципе мне удается с ними справляться держать их в порядке по программе будильник очень хорошая программка вот у 17 2 вот значок был вот такого цвета кругленький беленький и с темно-синим ободочком программка очень хорошая мне она очень нравится почему ну поясню на примере вот я запускаю и вот пожалуйста добавить допустим там оповещение вот например на сегодня могу там дать название специальное там или еще что-нибудь события ради бога вот время 18 38 ну давай я поставлю на 39 зайду значит вот один день тут я могу выбрать любой год в любой месяц и так далее дальше вот звук параметры вот можно подключить звуковой файл ну давай пойдем чуть не есть там на музыке или нет но есть вот тут ну давай чай ну давай чай поставь какая разница вот подключаем мы можем громко значит еще раз посмотрим общих как 39 ну поставлю на 40 вот подключили музыкальный файл вот показывает что осталось там 37 секунд до начала звукового файла значит по поводу мельчишения ну надо смотреть или искать дополнительные дрова к моему интелл скому процессору ну что пару статей на эту тему я видел все руки не доходили или поискать новую программу для записи с экрана что-то где-то вот в таком ракурсе но сейчас по идее должен запуститься звуковой файлик давай его послушаем ой хочу чаю хочу чаю 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 кипяченого ой не на зона я а полито заколюченого ну вот такая вот хорошая штучка мы тут единственный только в настройках в параметрах я всегда вот выставляю минимизировать при запуске и запускать автоматически очень такая хорошая программка у меня на ней на сайте в разделе значит программы есть программа вот она alarm clock и вот здесь о настройках этой программки у меня выключен отдельный ролик вот как бы на восемнадцатый вернуть бы все это дело так а alarm clock вот сейчас мы на нее зайдем вот alarm clock будильник и по ней в свое время я делал видеоролик тут вот тоже в настройках говорится о нем ну вот основной ролик вот здесь вот хороший по alarm clock и сделан и он небольшой вот таким вот образом так что меня именно интересует как значит у тебя происходило вот именно эта кнопочка вот показываю в данном случае у меня сейчас на linux min 17.2 я записываю программы simple screen рекордов сам видишь у меня этого мельчешения нет а на 18.1 вот начинается всякая такая вот чепуха ну ладно самое основное значит я тебе как говорится сказал о проблемке а если ты где нибудь вот 18.1 найдешь вот эту вот программку ну это было бы вообще просто великолепно вот в принципе мне решить проблему если с дровами тогда можно полностью перескакивать на 18.1 вот такие вот чудеса а так приходится держать все это дело и работаю я на свою рабочую на 17.2 потому что у меня в принципе она работает стабильно и мне удается на ней выполнять практически ну там все мои задачи как говорится без особых проблем вот ну хорошая такая хороший дистрибутив ну ладно удачи а еще забыл вот о настройках видеоредактора вот я загрузил с рабочего стола три видеоролика на которые я собираюсь значит ну скомпоновать положить на трубу и тебе скинуть ссылку и значит выделил их ctrl а потом значит поместил вот сюда короче вот сохранить и вот здесь уже сразу значит идет ну проект по умолчанию допустим я пишу андре папка проекта ну сейчас положим куда-нибудь на рабочий стол вот видишь dvd ntc и так далее я выбираю вот hd высокое качество 1080 на 25 кадров в секунду в принципе мне этого хватает мало тебе будет выбираю вот на 30 кадров в секунду но мне хватает обычно вот вот этого качества сохраняю его когда там я все это дело скомпоновал и решаю значит выпустить видеоролик то ну во многих видеороликах я это уже всегда говорил повторюсь еще раз вот я иду еще редактор open shop приоритет ставлю на очень низкий и тогда я когда будет выпускаться видеоролик я смогу как говорится работать в других окнах если этого делать если этого не сделать то он потребляет много ресурсов и тогда может просто система замерзнуть а так вот я настройки все сделал нажимаю выпустить видеоролик вот здесь профиль делаю BluRay и качество вот здесь выбираю самое высокое это уже автомата выставлена значит вот BluRay все дело дело сделано экспортировать видео это я могу свернуть вот сразу видишь как процессор кушает если бы значит вот я вот этого дела не ограничил на очень низкий то допустим ползать по интернету и так далее я бы не смог а если бы еще включил бы какую-нибудь программу которая тоже кушает ресурсов то система могла бы просто напросто подвиснуть а вот выставление приоритета на самый низкий при выпуске видеоролика оно в принципе хорошо работает вот таким вот образом ну вот еще пару как говорится маленьких повторил тебе своих секретов вот я делаю вот вот Продолжение следует...